Здравствуйте! Наш малый бизнес очень трудно входит в болезненную сферу жилищно-коммунальной услуги. Почему это происходит и что нужно делать, чтобы бизнес там чувствовал себя комфортно? Об этом мы говорим с теми, кто участвует в этом, так сказать, процессе. Это директор управляющей компании «Комфорт-сервис» Сергей Филиппов и технический директор этой же компании Александр Соловьев. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, чем же вы управляете? Мы управляем многоквартирными домами, как старым, так и новым жилым фондом Одессы. В принципе, есть еще разные формы, кооперативы садоунические разные и так далее и тому подобное, но это уже как бы дополнительно. Основное – это многоквартирный жилой фонд. И много в вашей сфере управления таких предприятий, домов? Ну, как бы, смотрите, тут ситуация такая. Есть управляющие компании, есть кооперативы, есть ОСМД. Таких управляющих компаний, как мы, то есть в Одессе не так уж и много, потому что рынок сам по себе не развит. А вот ОСМД, ну, к примеру, их очень много. Вот, с каждым днем они создаются все больше и больше. А в вашем управлении? В нашем управлении мы управляем как берем себе в управление дома, так и берем себе в управление ОСМД. Один, десять, сто? Ну, до десяти, пока до десяти, вот так. То есть вы маленькая управляющая компания? Маленькая, да. Молодая управляющая компания. Да. Как жильцы реагируют на ваше управление? В начале нашей деятельности, если они нас приглашают, вполне понятно, что сомнительно. То есть есть какой-то момент недоверия, все-таки люди новые и так далее. А что за фирма? А почему там это не коммунальная ЖЭК? То есть какой-то фактор недоверия все-таки присутствует. Но в процессе деятельности мы стараемся в первую очередь превозносить во главе всего наше имя. Что мы все-таки комфорт-сервис, делаем качественные услуги по управлению домом. И люди, в принципе, нормально к этому относятся, им нравится. Они ходят все чаще на собрания, проявляют какую-то инициативу. Давайте соберем, сделаем субботник и так далее. То есть взаимодействие с жильцами на очень хорошем уровне последствий. Ну вот смотрите, вы довольно молодые люди. Это здорово, что вы приходите в управление. Но я, будучи жильцом, я бы на вас посмотрел еще более, может быть, скептически. Потому что возраст, что ребята могут, что умеют. Как вы это преодолеваете? Ну мы это преодолеваем в первую очередь, потому что у нас минимальная конкуренция на данном этапе. Мы сейчас конкурируем непосредственно с теми же председателями ОСМД и с их бухгалтерами. То есть я считаю, что женщина 45 лет, которая параллельно еще успевает на одной работе работать, она может своим жильем управлять, но что ОСМД это такой же управитель, как управляющая компания, как ЖКС. Но только для одного дома. Да, только для одного дома. То есть почему-то люди без опыта работы этим могут заниматься, а мы в свои 24 года не можем себя проявить в том, что нам интересно. И наладить жизнь на квартирных домах, может быть, благодаря этой реформе. То есть мы, благодаря нам, деньги должны будут доходить непосредственно до определенных работ. То есть это последние 25 лет деньги с СДПТ, как правило, не совсем доходили туда, куда нужно. И это привело к... А точнее, совсем не доходили. Так скажем. И это привело к облупленным подъездам. Вы сами прекрасно знаете, тут нечего рассказывать. И вот мы позиционируем, мы сейчас полгода только работаем. Наша первая задача это сделать дома хорошо, чтобы жильцы посмотрели, что да, что реформа действует, что частный бизнес в этой сфере лучше, потому что мы непосредственно сейчас работаем на свое имя, чтобы зарекомендовать себя и наладить, как бы так, обстановку. Цитирую вас. Частный бизнес лучше. А почему частный бизнес лучше? Потому что, как вы уже убедились, наверное, за долгие годы нашей независимости, что, в принципе, ну и как это есть на конкретном примере тех же коммунальных предприятий, мы видим налицо факт. Вот нас приглашают старый жилой фонд. В ужасном состоянии абсолютно все. Крыша, чердаки, подвалы. То есть этим никто не занимается. Состояние домов ужасное. Это надо исправлять. А ты приходишь, и люди уже с тебя спрашивают. Естественно, что надо пытаться мобилизировать максимально. То есть где-то мы даже в своих услугах уступаем. Все, как бы все средства пускаем на дом. В государстве такого, в принципе, в государственной не может. Потому что если мы, как со стороны частного сектора, частного предприятия, мы можем как-то где-то ужаться, где-то, ну, выходить за рамки, в принципе, которые есть. А государство тут, конечно, есть. И одним из плюсов я добавил, что частный бизнес лучше, что мы сейчас работаем на бренд, комфорт сервис-бренд, которому полгода мы пытаемся сейчас себя зарекомендовать. Любой предприниматель, как и в условиях любой рыночной экономики, вы заинтересованы предоставлять услуги свои хорошо, чтобы к вам пришли люди. Если мы будем делать плохо, кто к нам придет? Наши дома с нами расторгают договора, и мы, соответственно, не будем больше работать. То есть мы, в первую очередь, мы заинтересованы, как это сделать хорошо, чтобы бабушки соседнего дома увидели, что мы делаем хорошо, и они бы начали подумывать либо о создании ОСМД, либо уже созданное ОСМД нас пригласить в силу уменьшения своих расходов внутридомовых на управление, то есть на содержание того же председателя и бухгалтера, что сейчас с минимальной зарплатой 3200, это уже неподъемные деньги для дома на две параны, допустим, на девятиэтаж. А как это происходит? Вот вы сами приходите, вас вызванивают. Мы молодые, мы сели, решили, ты живешь в таком доме, ты живешь в таком, давайте пойдем начнем с них. Мы таки с них начали, потому что люди нас там знают, люди нам доверяют. Если идти в другие дома, конечно, ты приходишь с улицы, и все думают очередной шарлатан. Ну да, это называется, как будто ты набиваешься, грубо говоря. У нас где-то есть знакомые, где-то там родственники, кто-то где-то живет, у кого-то есть там ОСМД может где-то живет, предложить там и так далее и тому подобное. И нас уже приглашают. Взяли один дом, второй дом, настроили в нем работу, соседи видят, как в доме вот другие там в подъездах ремонт, лампочки везде есть. То есть, ну в принципе, каких-то там серьезных проблем нет. То есть, и плюс ко всему, окромя того, что СДПТ, мы еще и следим, чтобы все другие коммунальные услуги предоставлялись надлежащим качеством. Например, вот самое, если как бы вопросов там по газу, электроэнергии в воде немного, то, например, вопрос отопления, это вопрос очень серьезный. И так как у СМД, а мы как управители у СМД отвечаем за внутридомовые сети отопления, естественно, зачастую очень много, во многих домах, на девятом этаже жарко, а на втором холодно. Что это? Это, в первую очередь, управителя дома. То есть, это то, что до нас 30 лет не делалось, нам, если сейчас такие дома попадаются, это те проблемы, которые спускались на тормоза. И опять же, да, и шла вещь о том, что это первоочередные работы, которые мы обязаны делать в многих квартирных домах. Понятно. А как к вам относятся чиновники? По-разному. Ну, скажу так, в принципе, неплохо. Почему? Потому что у нас есть программы поддержки создания СМД, к примеру, до 100 тысяч гривен выделяет горсовет. Плюс есть программа теплого кредитования, там на утепление дома, установление теплого счетчика, системы автоматики, регулирование температуры, отопление в зависимости от погодных условий и так далее и тому подобное. И как бы проходят сессии, людям передают их дома на баланс СМД, то есть люди отказываются от ЖЭКов, начинают самостоятельно управлять домом. В принципе, как бы какого-то такого ступора или там какого-то нежелания нашего властного аппарата нет. Есть, конечно, в принципе, сомнения в подходе всего законодательства к управлению жилым фондом. Это да. А так, в принципе, нет. Ну, о законодательстве мы чуть позже поговорим. Но ваши контакты с чиновниками, они обусловлены чем? Непосредственно тем, в случае с ОСМД, город является балансодержателем многих квартирных домов, которых управляет ЖКС. Через коммунальные предприятия. То есть непосредственно департамент городского хозяйства, это непосредственно та структура, в которую мы приходим, если мы создаем ОСМД. То есть мы приходим к ним в первую очередь протокол. И также они руководят всеми городскими программами. Будь то замена лифтов, и будь то городская программа до 100 тысяч для стимулирования создания ОСМД. То есть тут мы с ними напрямую контактируем. И все начальники ЖКС, конечно, мы к ним приходим. В процессе передачи домов. То есть вы довольны этими контактами? Или не очень? Есть моменты, конечно же. Давайте о моментах, это самое интересное. Ну, как сказать, все-таки, в принципе, дом, грубо говоря, дом, как он был построен, дальше, например, во время Советский, и, в принципе, ремонтные фонды, и прочее, тариф на СДПТ, в простонародье кварплата, он предусматривал, чтобы сохранять дом, в таком же состоянии, его первобытном, грубо говоря, все оставшееся время, ну, хотя бы там определенный срок эксплуатации. Вот, соответственно, дома в ужасном состоянии, и есть моменты, когда какие-то задержки бывают, не потому, что кто-то не хочет. В рамках законодательства, например, есть 3 месяца на передачу, вот в последний день, грубо говоря, можно передать. Есть, конечно, случаи раньше, когда передают и так далее, но все-таки сам подход, даже если в конце, после акта передачи, составляется еще дефектный акт, например, по которому уже можно как бы истребовать от Джека устранение всех неполадок в доме. То есть, тоже при состалении дефектного акта есть моменты. Ну, в принципе, да, хватает, хватает. А что, на ваш взгляд, стоит изменить в законодательстве для того, чтобы вам было комфортнее работать? Ну, тут есть много аспектов. Ну, в первую очередь, мы все знаем, что есть долги. У людей есть долги за квартплату, за все, что угодно есть долги. Вот. И у нас, как бы, если долги за свет тебе могут перекрыть свет, долги за газ тебе могут там отключить газ, то квартплата это такое, что ты же не отключишь, например, там, текущий ремонт или уборку при домовой территории. Это то, что друг друга все жильцы, все друг от друга зависят. Вот, по примеру Грузии, например, они сделали как? Даже если ты должен хотя бы за один вид жилищно-коммунальных услуг тебе однозначно обрезать электроэнергию. То есть, ну, делают отключение. Все, и пока ты хоть за одну из жилищно-коммунальных услуг не рассчитаешься, тебе электроэнергию не включат. Это очень правильный подход и, ну, по нашему мнению. С какой стороны смотреть порой? Ну, со стороны... Со стороны тех же жильцов и соседей. То есть, почему люди должны платить за своего соседа-неплательщика? Если он чем-то не преуспевает, ему никто не мешает изменить что-либо в своих жилищных условиях и переехать в другое место с этого квартирного дома. То есть, почему одни жильцы хотят жить в хорошем подъезде, а из-за того, потому что кто-то принципиально не хочет платить и все должны жить без надлежащего уровня услуги? Если я не заплатил, допустим, за воду, а заплатил за электроэнергию, если я заплатил за электроэнергию, по какому праву у меня должны отправить свет? По соответствии с данным законодательства, которые у нас есть, не по какому. Но я об этом и говорю. Хотелось бы, чтобы была принята вот эта норма, что можно отключать электроэнергию. Конечно, да, это может противоречить другим нормативно-правым актам, но если все-таки как-то все вместе консолидировать, это было бы очень хорошо. Есть еще, кстати, одна проблема. Это не всегда председатель ОСМД компетентен в работе по управлению домом. Есть случаи, когда мы тоже сталкивались, когда председатель ОСМД штрафует охрана труда, либо еще какие-то инстанции, институции, которые штрафуют за то, что он ненадлежащим образом выполняет свои полномочия. И есть также моменты, когда председатель ОСМД не совсем порядочный по отношению к своим жильцам. То есть присутствуют какие-то коррупционные моменты в деятельности ОСМД. И никакой управы, в принципе, кроме общего собрания жильцов, нет. А зачастую в доме есть инициативная группа определенная, которая, например, не нравится то, что дом в ужасном состоянии и так далее и тому подобное. Нас приглашают на такие вот такого рода ситуации. И, в принципе, пока не пройдет общее собрание, пока там целая тягомодина, на председателя ОСМД нету права. Он может, грубо говоря, в простонародье воровать. Что и происходит. Что и происходит, да. И поэтому какой-то бы орган не знаю, как-то занимался вот этими всеми ситуациями с председателями ОСМД. А на данный момент, не знаю, милиция, прокуратура, они... Ну, очень долго надо копаться в документах, чтобы вот что-то найти. Ну, я так чувствую, что у вас подход такой давящий. Там отрезать, электроэнергию отрубить, там, значит, задавить этим и так далее. Ну, он бы не был... А экономические методы вы видите вот продвижение своего? Беседы с жильцами, разве что? Вот если на одном этаже собралось несколько квартир, которые там у них долг больше тысячи, больше полутора тысяч, мы им предлагаем сделать ремонт на их этаже. То есть, что вот вы не как в ЖЭКе, например, вы платите деньги, они уходят в никуда и вряд ли вам что-то вернется. Здесь мы говорим, мы идем на контакт, мы говорим, если у вас долг, пожалуйста, вы лично контролируете за расходом этих средств, которые вы дали. Мы готовы сделать у вас на это же хорошо, но для того, чтобы всем жильцам в доме было хорошо, потому что это, ну, пишет, так гласит наша законодательство. То есть, каждый жилец, он обязан отвечать за свое спильное сумместное властность. Для этого у нас на сайте, кстати, есть электронный кабинет. Человек регистрируется на нашем сайте, когда мы управляем домом. И он заходит на сайт, где видит полностью всю бухгалтерию, видит всю прозрачность платежей, видит, куда направлены деньги, видит свои начисления определенные. Естественно, что не каждый день у нас обновляется информация, но там раз в две недели, там раз в месяц мы обновляем всю информацию, и человек полностью следит за всеми нашими доходами, расходами и прочим. То есть, он может контролировать вас? Конечно. Но если есть люди, у которых нет доступа к интернету, мы зачастую видим, может люди более старшего возраста, мы, у нас есть одно требование, мы проводим ежеквартальные собрания. Мы не так, как у СМД по закону, там прописано раз в год. Мы проводим ежеквартальные собрания, на которые мы обязательно отчитываемся. Вот Александр буквально в субботу был на таком собрании, на Малиновского 27. Пришел с бухгалтером, они отчитались полностью, какая работа была проведена, какие планы, какие проблемы. Также выслушали жильцов, какие у них есть проблемы, приоритетность действий, например, и так далее и тому подобное. План работы с должниками, план работы с тем же отоплением, что будем делать и так далее. То есть мы общаемся с жильцами и всем все нравится. О чем в первую очередь говорили люди? Что они хотели от вас в первую очередь? Они по старой привычке хотят, чтобы им все делали, а они за это ничего не платили. Потому что мы работаем по такому принципу, мы приходим в дом, и больше денег, чем там на счету, мы, к сожалению, никак свои деньги не заплатим, чтобы жильцам перекрыть крышу. Да, мы помогаем получить какие-либо городские программы, говорим, что может быть стоит написать письмо коллективное. И в первую очередь, как правило, из-за неплательщиков, есть и рьяные неплательщики, из-за них страдают все остальные жильцы, которые исправно платят за коммунальные услуги. То есть это одна из наших основных проблем, я бы так сказал. Ясно. Давайте вернемся к законодательству. Что, на ваш взгляд, повторю, стоит его изменить, кроме того, о чем вы говорили? Есть еще один важный момент. Дело в том, что прописана четкая форма в законодательстве, что есть ОСМД, жилищно-строительные кооперативы и прочее. А вот сама, и у них есть определенные привилегии. Вот та же программа получения 100 тысяч гривен от города, программа замены лифтов и так далее. А возникает резонный вопрос. А если люди захотят выбрать себе не ОСМД, создать ОСМД, а выбрать себе именно управляющую компанию, разве они не имеют права на возмещение тех же 100 тысяч гривен в счет ремонта своего жилья? Они не имеют разве права на теплый кредит, на замену лифтов? Поэтому, как бы, вот хотелось, чтобы вот именно вид управителей, как управляющей компании, он как бы был обособлен от всех, наверное, юридических лиц, чтобы именно эти фирмы именно специализировались на управлении жильем, так как там нюансов очень много. И, как бы, в принципе, чтобы имели доступ к этим всем моментам. А вы, Александр, что предложили бы? Борьба все-таки, я, наверное, третий раз повторю за вечер. Вот в первую очередь все упирается в деньги, потому что мы не можем жильцам предоставить то, что они от нас требуют, в силу того, что денег пока в обрезах. Нам заходят дома, зачастую с ЖЭКов, это дома, где 30% не платят. Надо показать людям, что деньги дойдут, тогда только у нас что-то наладится. Я считаю, что на законодательном уровне как-то не мешало бы обезопасить управляющие компании, чтобы у них было больше рычагов давления на неплательщика. Да. Ну, а какие могут быть рычаги, на ваш взгляд? Сейчас единственный рычаг давления это суд. Мы такие, чтобы, вот как и было сказано, за электроэнергию это было бы, конечно. Либо одно из сетей, если бы мы могли бы отключать, и тогда было бы проще. Да. Может быть какие-то разные, там, может, субсидии, какие-то рычаги давления, может, за льготой, там, и так далее. Если этого нет, то какие-то дополнительные. Можно, конечно, если ты подаешь в суд, там, берется какое-то имущество в арест и так далее, но это очень длинная процедура. Насколько я слышал, сейчас формирует единый реестр буржники. Вот, вроде как да, но я не знаю, как он будет работать, если честно. Да, но вот составили этот реестр, а дальше вот как бы вы с ними работали, с должниками? Ну, когда мы будем в Министерстве юстиции, наверное, мы вам скажем, как мы будем с ними работать. А по поводу реестров, кстати, самое интересное, люди, например, если хотят собраться и создать ОСМД, им надо обязательно в протоколе указать всех собственников со владельцем дома и номер документа, которым подтверждается право собственности, номер и дату. Но есть одна маленькая проблема. Даже в том же старом фонде не все квартиры, не все ведомости есть в едином реестре. Соответственно, вот мы, как вот уже, наверное, домов 50 по этому реестру, грубо говоря, пробили, и там процентов 5-10 квартир всего есть. Горсовет нас отсылает по методичке для создания ОСМД. Департамент городского христа разработали методичку для создания ОСМД, отсылает нас в МБТИ. Там есть еще одна проблема. В МБТИ данные актуальны на 31 декабря 2012 года. А после больше данных нет никаких изменений. Вот была такая ситуация, когда у нас нам с точки зрения действующего законодательства надо, чтобы проголосовало за создание ОСМД три человека, которых с нами уже нет. Вот такая вот есть проблема. Да. И еще об одной проблеме, с которой сталкиваемся мы, горожане. Напрямую должны заключить договора с инфокс-водоканалом. Должны. Но не заключают. А заключают договора инфокс-водоканал, ну, допустим, с ОСМД. По общему счетчику. Да, по общему счетчику. И человек, который живет в этом доме и исправно платит за потребленную воду, он оплачивает и те потери, которые, возможно, где-то происходят. В доме. Если у этого человека стоит внутриквартирный прибор учета, то он за эти потери он вряд ли оплачивает. Нет. А если не стоит, вот об этом идет речь. Если не стоит, то, конечно. Не, ну, у большинства, конечно, стоит внутридомовой счетчик. И я понял, о чем вы говорите. Вы имеете в виду, что вот проблема, что даже если есть должники, которые, то однозначно из каких-то других денег, из той же квартплаты, у ОСМД, или кооператива, или управляющая компания обязаны платить за эту воду. Тут вопрос, вот опять же, председатель ОСМД сам, вот он, ну, есть вот компетенция инфокса, да, то есть они всеми правдами и неправдами ссылаются на определенные статьи, по которым... Больше неправды. Они не хотят вот заключать. Конечно, естественно. Вот. Но, надо, чтобы этим занимались профессионалы. Да, они обязаны по закону, в принципе, они обязаны. Были случаи, когда таки переходили на прямые договора и так далее, и тому подобное. Но это очень сложно. То есть, понимаете, да, председатель ОСМД, с точки зрения, да, даже юридической грамотности, и целый штат юристов в монопольном предприятии. То есть, это разница большая. Поэтому должны этим заниматься профессионалы. Профессионалы, а вы? Мы тоже этим занимаемся, конечно. Например, вот я у себя, там, где я живу, я председатель кооператива. У меня точно такая же проблема. У меня нет прямых договоров ни по теплу, ни по электроэнергии, ни по воде. Пишу письма, провязываю запросы, требую техническую документацию и так далее, и тому подобное. Тороплю процесс. То есть, этим надо заниматься. Если не заниматься, то результата не будет. Расскажите о своем доме и о своем председательстве. Ну, у меня дом обслуживающий кооператив Сахарный, так называется. Я там председатель с октября 2016 года. Ну, что, обычный дом, две парадных, 88 квартир. Да, пришел, конечно, много проблем было. Дом построен в 2013 году, он сдан в эксплуатацию. В принципе, дом новый. Но, опять же, есть очень много моментов по, в принципе, по настройке всех предоставлений жилищно-коммунальных услуг в доме. Поэтому, этим надо заниматься. Поэтому, как в старом парадоме, так и в новом проблем очень много. Ну, в перспективе вы видите свет в конце тоннеля? Конечно, конечно. У меня уже, я управление капитального строительства, пишу письма в Облэнерго, они мне все отвечают, я уже взял половину всей технической документации. То есть, есть. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу передачу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова